Я думаю, что это прекрасная метафора, хорошая, имеющая в виду вот что. Не настроение, а состояние. Маниакально-депрессивный психоз в идеале по учебникам течет. Выброс вверх в маниакальное состояние, потом завал вниз в депрессивное, потом опять в маниакальное, потом опять в депрессивное. И вот эти перемены, только без психиатрии, а вообще по жизни, это то, в чем мы живем, метафора совершенно точная. Смотрите, это было в перестройку. Я вам покажу одну штуку. Юлий Ким в 89-м году разговаривал с Аллой Гербер. Что он ей говорил? Я много думаю, куда пойдет перестройка. И знаешь, мне замерещился какой-то странный тип человека, который должен появиться в нашей жизни. Этот новый тип человека будет составлен из всего самого дорогого, что было в нас. Я так живо его себе представляю. В нем гуляет столько знакомых мне с детства черт. Самая главная его отличительная черта – свободный российский человек. Новый стиль человека оформится и станет прочным противостоянием торгладитства во всех его выражениях, таких, как необразованность, халупство, хамство, бескультура и агрессия. Стиль независимого духа, утверждающий достоинство каждого, неповторимость его личности, его индивидуальное лицо, не имеющее общего выражения. И одновременно он сохранил дух товарищества. Дух, который нас всех спасал в годы реакции. И Юлий Черсанович еще не знал, что через некоторое время портреты его друзей будут на плитках на полу перед писсуарами в общественных туалетах Москвы. И по ним будут ходить, и на них будут писать. Вот это был период опьянения. Вот перестройка, самый конец 80-х, там 89-й, ну до октября 93-го, свобода нас встретила радостного входа. Потом танки выстрелили по парламенту, и все это кончилось. И пошел завал. И вот это, как метафора, совершенно прекрасная метафора. Да, мы так живем. Полоска черная, полоска белая. Кончается черная полоса, мы в таком опьянении, освобождении, облегчении. Теперь будет все хорошо. Ах, только не было новой войны. Мы уже пушки для новой войны отливаем, а все песни поем, чтобы не было новой войны. И так вот и живем, вот так вот по волнам, нынче здесь, завтра там. Сверху, снизу, сверху, снизу, да. Оно было не ложным, оно было понятным. Это была радость, это была надежда, без этого жить невозможно, без этого невозможно двигаться дальше. Но если 400 лет культуры были годами, столетиями целования хлыста, то за два года от этого не отучишься. Это вообще очень большая проблема. Вот была такая бирка, хомо советикус, да. Ну вот советский союз кончился, а хомо советикус не кончился. На то, чтобы человек изменился, нам нужно по крайней мере пара поколений. По крайней мере. У старых врачей было такое правило. От здоровья до кризиса болезни, и от кризиса болезни потом до здоровья одинаковое время. Так вот, когда заболели целованием хлыста? В семнадцатом году? В пятом? Четыреста лет назад? Вот давайте от этого и отсчитывать. Но цивилизация течет быстрее, поэтому есть надежда, что, может быть, управление всё ранее меньше, чем за четыреста лет. Но то, что уж не за два года и не за пару десятилетий, это точно. И здесь она, да, совершенно права. И есть закономерности, которые вообще от наших желаний не зависят. Да, об этом писали, но на это мало кто хотел обращать внимание, опять-таки, потому что хочется надеяться на лучшее. Иногда это то, что вроде бы и понимаешь, противоречит каким-то заинтересованностям, в том числе материальным или политическим. Но ещё в начале шестидесятых годов совершенно чётко было сказано, что в крупных странах, не монокультурных, не мононациональных, в которых государственная собственность не будет прямого выхода в демократию. Он маловероятен. Невозможно открыть дверь и пойти в демократию. У них будет этап, когда они завалятся в ещё худший фашизм. И вот только до того, от надо, летев от него оттолкнуться, и смогут пойти в демократию. Валерия Ильинична знала, о чём она говорит, и говорила очень точно. Но другое дело, что об этом можно говорить как-то академически. Будут писать историки, философы. Она всё это выражала проще, но очень точно. Нет, я думаю, что для газеты это хорошо, а для понимания это так себе. Потому что, знаете, это ещё со Сталином. Это с любым, в общем, диктатором и узурпатором вот так вот надолго хватающим властью. Если бы по стране не бегало великое множество маленьких Сталиных, не было бы большого. Приходит тот, кого культура, социум, общество, люди готовы принять. Кого хотят. В России всегда настолько была сильна жажда твёрдой руки. Порядка, который для меня установят, и мне будет хорошо. Что совершенно неудивительно, что приход таких людей всевластных, такое построение государства, как это называется, по вертикали, да. Только вертикаль почему-то начинается сверху. То это строительное сравнение по вертикали, и вертикаль спускается сверху. Но для этого нужно иметь обалденную строительную технику, чтобы начинать строительство небоскреба с крыши. Но если её нету, то начинать нужно на земле. У меня нету ощущения, что у России такая техника есть. Поэтому это вертикаль, которая спускается снизу, вот эта вот верёвочка. Ну вот я смотрю на неё, думаю, как бы шею не засунуть туда, в эту верёвочку. Но то, что управление идёт как тюремная психушка, нет, не согласен. Это очень большой, очень точный ответ на то, что называется народными чаяниями. Ну это урок просвещенной интеллигенции. Не задавайся, голубушка. Не думай, что ты представляешь весь народ. Тебя немножко. Тут как бы всё разделяется на здоровых и больных. Вот опять кто-то пришёл, кто бедный, несчастный, глупый, такой мудрый, но такой внушаемый, такой добрый, такой слабый народ, опять обдурил, опять загнал в психушку. Это совершенно великолепный способ самооправдания. Вот мы такие хорошие, она пропаганда испортила. Ну так не включай. Чё, что её включаешь, а потом жалуешься, что она тебя испортила. Чё ты жалуешься, что ты поправился, если ты из Макдональдса не вылезаешь. У человека нужно диагностировать человеческие болезни. У общества общественные болезни. Общественные болезни вот в медицинские диагнозы не укладываются. Мне невозможно говорить об общественной болезни, использовать такие вещи, как психопат или психотик, или маниакальный, или депрессивный, или ещё что-то. Это всё будут метафоры, не больше. Но это с удивительным постоянством, это происходит в истории. Мы же всё время стонем, нас история ничему не учит. Во-первых, мы у неё ничему не учимся. Она-то учит, но мы ничему не учимся. А во-вторых, каждая генерация, каждое поколение как бы обречено на то, чтобы проходить её заново. Я вот залезаю в интернет, я вижу очень много материалов о том, как, например, много общего, а у финской войны и сейчас вот у украинской. Вот здесь похоже, здесь похоже, здесь похоже. И ещё чем-то, и ещё чем-то. Это же было в истории, но мы же почему-то не научились. Целовать хлыст мы тоже не научились. Понимаете, вот... Человек хочет... Человек не хочет жить в обстановке опасности, в обстановке неопределённости, в обстановке неясности, в обстановке угрозы. Он стремится это всё минимизировать. И каждая минимизирует это по-своему. Единого общего способа минимизации нету. Даже я вот сейчас буду в отношениях здесь минимизировать это так, а здесь вот так вот. Я буду восставать против коррупции и, может быть, даже демонстрировать пойду против коррупции, да? Но когда пойду, не знаю, в пенсионный комитет, то шоколадку тётушке захвачу, чтобы добрее была. Вот мы не знаем, как это происходит, но это происходит. Никуда от этого не деться. Человек хочет какого-то комфорта. Ради этого он готов и хлыст поцеловать. Вот понимаете, если меня спросить, как правильно, я вам скажу вот так. Если меня спросить, как я собираюсь поступить в такой ситуации, я скажу вот так. Это будет немножечко отличаться от того, что я считаю правильным. У моего рулевого колеса будет некоторый люфт. Я буду понимать, что меня где-то могут прижать, я чуть-чуть отступлю. Если вы меня спросите, что я собираюсь сделать в этой ситуации, это будет третье. Если вы посмотрите, что я делаю, это будет четвёртое. Я когда-то это проходил на вопросе, это вот такое слово было, чадолюбие. Союз занимался демографической политикой, детей было мало, надо было повышать рождаемость. Так вот оказывается, что люди вообще считают, что детей нужно иметь много. Четыре-пять. Хотели бы иметь три-четыре. Собираются иметь двух-трёх. Имеют одного или ещё не одного. Вот это примерно так вот. Субтитры создавал DimaTorzok